Оперативное совещание, прошедшее в понедельник в Белом доме Республики Башкортостан, было примечательно не только своим содержанием, но и событиями, которые окружали это совещание. В частности, теми событиями, которые случились сразу же после этого совещания в здании Белого дома. В общем, сегодня есть о чем поговорить, но давайте последовательно обсудим, что же там было. Традиционная оперативка начинается с поздравлений и кадровых решений. В этот раз поздравлений было не очень много, но я бы отметил одно поздравление, это то, что Хабиров поздравил Сергея Николаевича Грекова с избранием на пост мэра города Уфы. И именно в этот момент попытка показать Грекова на экране мониторов совещания опять провалилась. Я не знаю, что там творится по технической части в Белом доме, Илшату Тажединову надо крепко, по-моему, задуматься над тем, что происходит, но складывается ощущение, что это уже какой-то спланированный троллинг в адрес нашего нового мэра. Помните, как в прошлый раз его пытались вывести на связь с Хабировым и не было звука, пришлось махать руками. Теперь, значит, когда Хабиров упомянул Грекова, на экране замелькали каким-то калейдоскопом главы Мишкинского сельсовета и прочего Ермикеевского района, все кто угодно, но только не Греков. Грекова показали на одно мгновение опять какого-то растерянного и опять снова там замелькали другие главы. Ну, мне, как человеку, не чуждому теории заговора, кажется, что какие-то адамнины вот этой трансляции намеренно и, видимо, небезвозмездно троллят нового мэра Уфы. Примечательно, что обычно Хабиров рассказывает в начале оперативки о кадровых перестановках. А в этот раз, в понедельник, несмотря на то, что в Архангельском районе сменился глава, Хабиров об этом молчал. Тем не менее, я поздравляю жителей Архангельского района с долгожданной отставкой их ненавистного главы. Судя по всему, лед немножко тронулся, может быть, в Архангельском районе ситуация изменится. Мы периодически упоминали о ситуации в этом районе, периодически пытались как-то на нее влиять, но вот как бы результат, может быть, и наших усилий на лицо Архангельский район встречает нового главу. Далее Хабиров заговорил об изменениях в области вот этих ковидных ограничений, и, пожалуй, это стало центральной темой оперативного совещания, по крайней мере, одной из двух центральных тем, и давайте об этом поговорим подробнее. Хабиров подтвердил, что люди старше 65 лет все еще должны находиться на самоизоляции, а также, как и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Однако сообщил о неком последовательном снятии самоизоляции для сотрудников социальных учреждений. Вот это совершенно непонятно почему. Ну, учитывая, что уровень заболеваемости все еще очень высок, и, кстати говоря, все еще не начал снижаться, а всего лишь стабилизировался на очень высокой отметке, совершенно непонятная логика. Но, судя по всему, система уже перенапряжена, и сотрудники социальных учреждений уже не могут работать в этом режиме 14-14, и вынуждены власти снять это ограничение. Напомню, это вотчина госпожи Ивановой, а там, как известно, все не слава богу. Также Хабиров сообщил о том, что разрешает теперь проводить региональные всероссийские спортивные мероприятия при условии заполнения трибун или площадок для мероприятий на 50%, если оно проводится на свежем воздухе, видимо, речь идет о всяких лыжных и биатлонных соревнованиях, и на 30%, если соревнования проходят в зале. Ну, собственно, это не очень такая оригинальная идея, хотя открытие и разрешение спортивных соревнований тоже, конечно, вызывает вопросы. Хабиров ненадолго предоставил слово орденоносному министру здравоохранения кавалеру ордена Шеймуратова господину Забелину, который быстренько поведал нам статистику и перспективы вакцинации. 22 тысячи человек, по мнению Забелина, переболели или болеют COVID-19 в республике Башкортостан. Особенно смешно эта цифра в полпроцента населения выглядит на фоне того, что тот же Хабиров заявил о том, что чуть ли не большинство в правительстве переболело COVID-19. Тут возникает логичный вопрос, чем же чиновники отличаются от прочих людей, профессий, сталкивающихся часто с людьми и контактящих, с кем попало, непонятно, однако в правительстве большинство переболело, а в населении только полпроцента. Несмотря на эти противоречия в статистике, отчаянный кавалерист Забелин сообщил дословно о том, что уровень заболеваемости позволяет судить о стабилизации ситуации. Ну, я бы добавил кавалеру, что, наверное, нужно судить о стабилизации на максимальном уровне, потому что 166 человек в сутки стабильно где-то примерно столько заболевает в последнюю неделю-полторы. Также Максим Васильевич рассказал нам о перспективах вакцинации, что первым компонентом вакцины «Спутник Ви» вакцинировано у нас в Башкортостане всего лишь 7,5 тысяч человек, и еще 3 тысячи человек завершили вакцинацию, значит, получили второй компонент. Ну, в частности, например, Урал Кельсинбаев, заместитель руководителя администрации президента, на медне в социальных сетях очень красиво хвастался перед теми, кто не может никак привиться, что вот он-то, наконец, привился. Также господин Забелин сообщил, что до конца января планируется поставить еще примерно 50 тысяч доз вакцин. Из них поступило 14 тысяч вакцин гам-ковид-вак, что бы это ни значило, это даже не «Спутник Ви», а еще какая-то модификация, либо отдельная вакцина. Мы уже теперь слегка запутались, и чем больше российских вакцин будет поступать, тем больше вопросов будет про их качество, потому что нам ничего никто не объясняет. Кстати сказать, вот это вакцинирование 1-1,5% населения в месяц, видимо, и будет считаться вот этим путинским переходом к массовой вакцинации, по крайней мере, для Башкирии, но напомню, что подобными темпами вакцинировать придется население Башкирии от 4 до 5 лет. Выслушав Забелина, Хабиров сделал два заявления. Первое о том, что господину Игофарову Фануру Мухарямовичу следует усилить разъяснительную работу о вакцинации. Здесь я отмечаю то, что раньше подобные поручения давались непосредственно Мурзоголову, теперь даже присутствующему в зале Мурзоголову уже никаких поручений не дают, и Ростислав Равкатович сидит, понуря голову. Фанур Мухарямович, видимо, исполнит поручения Ради Фаридовича, в ближайшее время мы увидим на экранах БСТ, ну, те, кто, по крайней мере, вообще смотрит этот канал, увидим отчаянную рекламу вакцинирования. Также Хабиров сделал довольно громкое и, в общем-то, важное заявление. Дословно оно прозвучало так. Ни о какой обязательной вакцинации речь не идет. Людей нужно убеждать. Вот это действительно очень важная история, потому что сейчас начинаются разговоры о том, что люди массово отказываются прививаться непонятно чем. Ну, в общем-то, объяснимая ситуация. Фанур Мухарямович не исполнял пока своих должностных обязанностей и никому не рассказывал о чуде вакцины российского производства. Соответственно, люди обоснованно опасаются, как эта гадость подействует на их здоровье. И тем более на фоне всяких сообщений о том, что даже от Pfizer народ достаточно интенсивно мрет в Европе, тут что уж говорить про нашего отечественного производителя. Далее на оперативном совещании случилось самое интересное и самое главное. Хабиров анонсировал проект «Антиковидный паспорт». Прежде чем перейти к обсуждению проекта «Антиковидного паспорта», Хабиров вкратце объяснил цели и задачи этого проекта, а именно, что задачами этого всего является выпустить некоторое количество переболевших и имеющих иммунитет граждан старше 65 лет с самоизоляцией, а также стимулировать вакцинацию от COVID-19. Собственно, вот эти две главные задачи, которые ставит перед собой этот проект. После этого на трибуну был приглашен Александр Геннадьевич Сидякин. Саша Сидякин вообще редкий гость трибуны оперативного совещания. Крайне редко он делает доклады. Вообще старается держаться в тени, а в общем-то зря, потому что фигура эта яркая. Не смотрите на невзрачную внешность этого героя. Этот покоритель Арктики и женщин непростых профессий. Человек очень примечательный. Нужно к нему внимательно присматриваться, нужно знать своих героев в лицо. Саша Сидякин и явился автором вот этого антиковидного паспорта. Собственно, выйдя на трибуну, он неожиданно заговорил на башкирском языке. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый Ради Фарич. Собственно, в последнее время это с ним случается довольно часто. В минувшую пятницу он пытался говорить на башкирском языке с трибуны горсовета. В горсовете это вызвало хохот. В правительстве люди сидят более дисциплинированные, и ржать над Саша Сидякин никто не стал. Многие просто опустили голову и сделали вид, что у них чешется нос. Но Саша Сидякин, поговорив немного на непонятном ему самому языке, перешел на русский и сообщил нам, что в январе в Башкирию будет поставлено 14 тысяч доз вакцины, в феврале 50 тысяч, а в марте аж 100 тысяч. И в итоге мы к концу марта получим 164 тысячи вакцин на Республику Башкортостан, что составит 4% от населения. Саша Сидякин подробно объяснил, зачем же он придумал антиковидный паспорт. Во-первых, антиковидный паспорт будет присваиваться тем, у кого есть антитела, или тем, кто сделал прививки. На самом деле здесь природа появления иммунитета весьма разная. Человек может переболеть естественным образом, и если он остался в живых, то у него вырабатываются антитела, причем у всех разного уровня. И человек может получить антитела и получить иммунитет к заболеванию, сделав прививку. Вот эти два пути. Саша Сидякин предполагает, что, сделав прививку, информация о человеке автоматически попадет в систему госуслуг, и госуслуги присвоят человеку вот этот антиковидный паспорт, который будет представлять из себя ничто иное, как просто QR-код, который можно либо скачать, либо даже распечатать, о чем с гордостью сообщил Саша Сидякин с трибуны Высокого собрания. Что и вообще зачем это нужно человеку? США объяснил, что у человека, имеющего вот этот антиковидный паспорт, появляется чудное количество преимуществ, а именно скидки в магазинах-партнерах. Что-то мне подсказывает, что основным партнером Саша Сидякин в этом проекте будет Башспирт. Ну и всевозможные льготы на получение услуг, посещение ресторанов и так далее, и так далее. Есть одна сложность. Для того, чтобы считывать вот эти QR-коды, нужно специальное оборудование. Например, применение QR-кодов как пропусков в крупные торговые центры применяется и практикуется сейчас в нескольких европейских странах. Я сам лично с этим сталкивался, и там действительно установлено специальное оборудование, которое считывает эти QR-коды. Саша Сидякин, ничтоже сумняшися, предполагает, что это оборудование, конечно же, будет закуплено восторженными собственниками всевозможных ресторанов, магазинов и прочих заведений. Ну, естественно, им сейчас денег девать некуда. Вот закупят какое-нибудь дополнительное, впоследствии абсолютно бесполезное оборудование. Эта мелочь Саша вообще не интересует. У него масштаб, как говорится, такой вселенский и большой. Ерундой не занимается. Кстати сказать, что Саша оговорился о том, что именно эту технологию, по сути, подкупа участников процесса, он широко и как бы уже осознанно применял, например, при всевозможных выборах. Он прямо так сказал, мы так делали на избирательных компаниях. То есть, приходишь там с фотографией бюллетня, тебе там делают скидку на учпочмак, да, например. В данном случае Саша Сидякин полагает, что люди кинутся получать скидки в ресторанах, барах и прачечных, сделав прививку от COVID-19. Впрочем, как обычно, господин Сидякин не стеснялся в выражениях и назвал вот эти ограничения, которые вводились по 111-му постановлению господина Хабирова, поражением в правах. Потом, Александр Ильич, не говорите, пожалуйста, нигде, что это поражение в правах. Никакого поражения в правах нет. Это меры государства, чтобы защитить людей. А то вы говорите поражение в правах. Неправильно это категорически. Строго отчитал его о том, что юридически такие термины применять нельзя. Тут я с Хабировым полностью согласен, потому что вот этот тяготеющий к социальному насилию и всевозможным ограничениям господин Сидякин уже договорился до поражений в правах в отношении людей, болеющих или потенциально имеющих возможность заразиться. В общем, не все было гладко в докладе США. Ну, в частности, он сообщил, что вообще весь этот проект начнется 5 февраля. Далее Хабиров там задал парочку вопросов, например, ну такие, чисто оперативного характера. Хабиров поинтересовался, а как же патрули, которые проверяют людей на предмет запрета выхода из дома, будут на месте быстро, там, оперативно сканировать эти QR-коды, когда у них не будет этого оборудования. Ну, Саша как-то занялся, не ответил на этот вопрос. Ну, наверное, купим за бюджетный счет, я так предполагаю, да? То есть, душа же широкая, проект-то великий, надо решить эту проблему. Какая ерунда, накупим всех этих сканеров. В общем, не все там было так гладко, но, в принципе, проект Хабирову понравился, он его там, значит, всячески поддерживал и так далее. Но давайте разберемся, на самом деле, теперь в сущности того, что предлагает господин Сидякин, и насколько это вообще жизнеспособная идея, и вообще какая от нее будет польза. В любом проекте, который затевает государство, как правило, есть плюсы и минусы, негативные и позитивные воздействия, и очень важно понимать, чего здесь больше, негатива или позитива, вреда или пользы. И вот, на мой взгляд, конечно, идея Саша Сидякин, который пытается выдавать Хабирову это все за оригинальную задумку и какое-то гениальное решение, на самом деле, во-первых, не оригинально, а во-вторых, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно. Уже несколько стран обсуждали потенциальную возможность подобной идентификации граждан и отказались от нее. Уже Сахалинский губернатор получил по шапке от Кремля за попытку ввести нечто подобное и, в общем-то, потерял несколько десятков процентов своего рейтинга. Уже Государственная Дума отказалась от введения подобного проекта на территории Российской Федерации. Тут выходит Саша Сидякин и презентует этот проект как нечто уникальное и очень полезное для Башкортостана. Ну, иначе, как какой-то лютой подставой для самого Хабирова я назвать это не могу. Причина здесь совершенно понятна, что не имея возможности, не имея интеллекта и организационных способностей придумать что-то собственное и оригинальное, Саша, тоже сумняшееся, значит, ухватился за какой-то бэушный и провальный проект со стороны. А самое важное, что этот проект абсолютно не имеет никакого смысла для подавляющего большинства жителей республики. Вот давайте теперь подумаем, значит, хорошо, людей привитых автоматически будут вносить в этот список на госуслугах и выдавать им этот QR-код. Окей. Но если это взрослые, не пенсионеры, работающие и привившиеся от COVID-19, то им, в общем-то, этот паспорт и не нужен. Они и так будут получать все то, что они, как бы, типа получат от Сидякина. Они и так могут выходить на улицу, они и так будут ходить в рестораны, если им это доступно и необходимо, и так далее, и так далее. Второе. Теперь 65+. Начнем с того, что доступа к прививкам сейчас у 65+, практически нет, и вероятнее всего, они получат этот доступ в числе последних. Во-вторых, количество людей с хроническими заболеваниями и противопоказаниями против прививок среди пожилого поколения, естественно, существенно выше. И в конечном итоге весь этот проект, даже если кто-то захочет им пользоваться, коснется не более чем 1,5-2% населения Республики Башкортостан. Но зато сейчас мы накупим всяких сканеров, мы сейчас запутаем всех с этими QR-кодами. И представьте себе теперь старушек 70 и старше лет, ковыряющихся в своих смартфонах, если у них вообще есть в попытке, значит, разыскать этот QR-код и предъявить ее милиционеру, у которого в помине нет никакого считывающего устройства. Я прихожу к выводу, что покоритель Арктики и женщин непростых профессий, господин Сидякин в данном случае просто решил то ли выпендриться, то ли напомнить начальству о своем существовании при помощи вот этого как бы проекта. Если этот проект все-таки попытаются широко внедрить в Республики Башкортостан и начнут его там проталкивать, то кроме раздражения и смеха он ничего не вызовет. Но вероятнее всего он так потихонечку и протухнет там в недрах БСТшной рекламы, потом Хабирову нехотя отчитаются о том, что они охватили им там немыслимое количество людей и на этом дело все кончится. Лишь бы, как говорится, не было вреда. Но есть такая поговорка, заставь дурака молиться, он ее лоб расшибет. Если действительно будет какое-то настойчивое желание реализовать этот проект, то, судя по всему, какое-то количество лобов будет расшиблено в кровь. Не перестаю надоедать вам своими призывами ставить лайки, репостить и комментировать наши сюжеты. Все это нам помогает продвигать наш канал и вам помогает видеть его чаще, лучше и интереснее. Вторым главным вопросом оперативного совещания, конечно же, стал вопрос отопления. Вопрос этот так и не был решен. До сих пор ситуация накаляется. Господин Беляев был вызван на трибуну для доклада. Помимо того, что он сообщил нам о полном благоденствии в области ЖКХ, господин Беляев сообщил и о результатах работы рабочей группы, которую он там возглавил и создал для решения вот этой проблемы завышения цен на отопление. Господин Беляев отчитался о тех итогах, которые уже подводит рабочая группа и о выводах, которые она сделала о причинах случившегося. Беляев опять начал последовательно и очень нудно уговаривать то ли самого себя, то ли Хабирова, то ли нас в том, что все хорошо, все закономерно, что холодный декабрь у нас был, что были некоторые нарушения в тех слов снабжения, так называемые перетопы, а также во всем виновата несоответствие фактических площадей общедомового имущества и некорректная работа приборов учета. Все это господин Беляев сообщал так спокойно, что он складывал ощущение, что это вообще не важно, никакой беды нет и там прочее, прочее. Но, естественно, господин Беляев же не может себе представить, чтобы ему пришла платежка, например, за отопление в его квартире тысяч, например, на 200 за прошедший месяц, что составляет примерно половину от его замечательной зарплаты. Вот если бы так пришло, он, наверное, бы вздрогнул. Он себе просто представить не может ту ситуацию, в которую попали люди, когда им приходит платежка за отопление, в которой стоит цифра даже больше, чем половина их зарплаты. А на что им жить, на что им кормить детей? Об этом, конечно, Беляев совершенно не думает. Что же предлагает вот эта волшебная рабочая группа господина Беляева? А предлагают они возврат неправомерно начисленных платежей, настройку приборов учетов, создание общереспубликанской системы сбора данных приборов учетов. Все то предлагает сделать эта рабочая группа, что и так уже два года подряд должен был делать Беляев. То есть вот эта животворная рабочая группа предлагает Беляеву начать делать твою работу, за которую он получает давным-давно свои деньги. Вот это возмутительная история вообще совершенно. То есть они сидят и толкут воду в ступе, тем временем как Баш РТС все еще получает вот эти все деньги. То есть никто никаких платежей не отменил. А Беляев там меры разработает, рабочие группы у него бурлят и работают и так далее. Хабиров выслушал весь этот бред и задал весьма закономерный вопрос Беляеву. Вопрос о том, почему подобная ситуация складывается второй год подряд. Ведь в прошлом году, в прошлом январе было абсолютно то же самое. Вот скажите, пока вы работаете, это уже второй случай? Ну, по первому случаю, Алифович, мы по другой системе оплаты были. Значит, у нас по нормативу начисления были. Потом по и расчету. В любом случае, смотрите, вы руководитель того ведомства, которое за это отвечает. Вы в том числе должны прогнозировать эти все вопросы. Понимаете, условно говоря, вот как у нас, даже удачный пример не могу привести. Беляев тут же сориентировался и ответил. Ну, что вы, Радий Фаридович, тогда же другая схема оплаты была. Вот, то есть, схема была другая, а ситуация была такая же. Имеется в виду с неправомощными начислениями за отопление. И это считает Беляев себе за оправдание. В общем, Хабиров абсолютно закономерно разорался на тему, что Беляев должен научиться прогнозировать это все. Хабиров абсолютно закономерно стал, значит, в уме перебирать ведомство, которое его не подводит и не нашел ни одного. Зачем-то привел в пример Морзаева, который тоже его подвел с этой дурацкой развязкой, которую начал строить не вовремя. В общем, конечно, это абсолютно было закономерное замечание со стороны главы республики. И он очень интересную фразу сказал, я имею в виду Хабирова. Это второй раз, а третьего, Борис Владимирович, третьего раза не будет. Я считаю, что это все-таки на вашей период, вашей работы, это второй раз, третьего раза не будет, я вам точно говорю. На ваш период работы. Ну, тут, конечно, Хабиров погорячился. В пылу вот этой всей дискуссии он, наверное, подзабыл о том, что Беляев-то ведь это тоже свой. На самом деле уволить-то его будет непросто. Потому что, а вдруг он тестью пожалуется, а тесть Хабирова, например, не разрешит увольнять Беляева. Тут, конечно, это было такое немножко скоропалительное такое заявление. Мне кажется, что Хабиров вообще в принципе не может уволить Беляева. Ну, то есть, у него нет таких полномочий. Номинально они есть, а физически их нет. Далее Хабиров еще попричитал немножко о том, что вернули только 26 миллионов от Баш-РТС неправомощно на отчисленных денег. И заклинал Беляева, чтобы главное, чтобы вся эта ситуация не повторялась. Ну, я объясню, почему 26 миллионов это мало. Дело в том, что даже свыше 42% наценки за декабрь Баш-РТС умудрилась начислить 400 миллионов рублей. То есть, там, где вот было начислено 200%, там 60%, 80%, вот это все в сумме, превышающие 42%, которые отстаивают наши чиновники как правомерные, вот даже эта сверхнаценка составила аж целых 400 миллионов рублей. Вот именно столько примерно должны вернуть, на самом деле, гражданам, но вопрос, когда вернут и как. Далее заслушали ситуацию на дорогах, однако Алан Викторович так и не появился уже вторую неделю у нас в кадре. У него или очень длинный отпуск, или очень дальняя дорога, я не знаю. Все еще нет Марзаева, и все еще вместо него господин Жульков. Виктор Михайлович, который сообщил нам о том, что в уже начавшемся году случилось 119 ДТП, в котором уже погибло 21 человек. При том, что норма, исходя из 400 в год, за этот период для него было бы всего 17 погибших. То есть, на 4 уже больше, чем должно быть, чем поставлена задача Хабировым. Однако, господин Жульков это оценивает как на 3 меньше, чем в прошлом году. Вот эта манипуляция цифрами, меньше того, больше этого, на самом деле, конечно, суть от сути вот эта вот чиновничья логика. Но мы же помним о том, что второй год подряд ставится неисполнимая задача добиться смертности на дорогах ниже 400 погибших в год. Так вот, пока ведомство Марзаева и господина Жулькова не укладываются в эти цифры и уже не укладываются на 4 страшные единицы. В завершении оперативного совещания обсудили вопрос с развязкой на Бельском мосту. Господин Назаров сообщил о том, что он лично поприсутствовал там, уже, судя по всему, дважды внес изменения в порядок движения. Там разделили полосы движения, не допустили смешения полос. И тестовым образом перекрыли полностью путепровод на 3 дня, измеряя, как говорится, градус напряжения. И теперь Назаров готов обсуждать полное перекрытие этого путепровода, либо перекрытие наполовину. И это даст два разных результата, по мнению Андрея Геннадьевича. В частности, если перекрыть путепровод полностью, то работы закончатся примерно в ноябре 2021 года. А если перекрывать его наполовину, то работы закончатся в июне 2022 года. Вот такая вот дилемма. Значит, пострадать сильнее и сократить эти страдания, либо страдать не так сильно, но страдать до июня 2022 года. Назаров предположил, что разумнее будет перекрыть путепровод полностью. И, собственно, это и случилось. Решение об этом было принято позже, к вечеру этого же дня. Хабиров, слушая Назарова, причитал о том, что начали неудачно с этой развязкой, в неудачное время, никому ничего не объяснили. Собственно, он повторил свой набор претензий к господину Морзаеву, который, как известно, посоветовал всем молчать, не истерить, значит, и терпеть. Вместо того, чтобы обсуждать с населением эту ситуацию, объяснять, что будет. Вот теперь Морзаев находится в заслуженном отпуске, прямо скажем, очень длительном отпуске на зависть всем остальным чиновникам. А жители Уфы и Башкирии, значит, пожинают плоды вот этого решительного господина из Осетии. Хабиров попросил Назарова все-таки привлечь к решению вопроса бельской развязки мэра Уфы Грекова. Назаров, в свою очередь, заверил, что он в тесном сотрудничестве с Сергеем Николаевичем занимается этой проблемой. В общем, как бы, они почему-то считают, что они проблему решили. Ну, по крайней мере, ровно настолько, насколько это, в принципе, возможно, после того, что уже натворил Морзаев. Уже прозвучало, что можно было и не трогать эту развязку, можно было и не париться с ней. Технической необходимости не было, аварийности не было, но что-то мне подсказывает, что Морзаеву нужно было освоить средство. Вот это, пожалуй, самое правдоподобное объяснение вот этой поспешности, этой вот совершенно неуместности по датам зимой начать работу сразу после Нового года. Ну, тут Хабиров абсолютно прав. Морзаев его люто подставил, но все зависит от того, какие денежки там приплывут в итоге всего вот этим ребятам. Может быть, эти суммы и утешат раздражение и Хабирова, и досаду Морзаева, и многих других причастных к этому всему. Далее Хабиров довольно неожиданно заговорил о своем послании к госсобранию. Все уже как-то подзабыли о том, что он отказался его делать в прошлом году. Но Хабиров заявил неожиданно, что 28 января он намерен сделать это послание, зачитать это послание госсобранию, что он будет, естественно, ориентироваться на ситуацию с COVID-19, и что он не хочет зачитывать это послание в одиночестве у монитора. Не знаю, чего уж там такого расчудесного понаписали ему консультанты в этом послании, что ему непременно хочется поделиться лично этим посланием с теми, кому оно предназначается. Вообще и Путин, и многие другие мировые лидеры, и региональные лидеры вполне себе общаются через монитор с своими подчиненными, с народом, и, в общем-то, ничего такого не происходит. Но вот тут Хабиров абсолютно непреклонен, и он не хочет в одиночестве. Ну, ладно, дождемся 28 января, узнаем, чего такого чудесного он нам там заготовил. Я позволю себе процитировать Хабирова, потому что цитата эта весьма живописная и очень интересная. Сказала следующее. «К вопросу о художествах одной дамы. Это мое личное мнение, но это оскорбительно. Так, по-скотски, рисовать это мне не нравится. Я прошу присутствующих функционеров», и в этот момент Хабиров посмотрел в упор на Мурзагулова, «давайте аккуратнее. Национальное отношение – тонкая грань, и тот, кто этого не понимает, не должен тут сидеть». Конец цитаты. Безусловно, Хабиров обращался к Мурзагулову и его своре. В последние недели вся вот эта вот, значит, там, Габитов, Шома Валеев, всякие бреслеры и прочая, значит, как бы интеллигенция, либеральная, значит, тусовочка, с пены у рта доказывали, что Алена Савельева имеет право на свое мнение, имеет право рисовать как угодно, значит, кого угодно. А апофеозом всей этой истории стала еще и фотосессия Ульяны Трегубчак, подружки Мурзагулова, которая, ну, сфотографировалась практически в тех же образах, что и изображала Алена Савельева, но как бы уже вживую на фотографиях, голенькая, значит, с этими монетками, с этими, значит, нагрудниками, национальными костюмами. Вот это, видимо, уже окончательно капнуло в мозг господину Хабирову, и вот он как-то так прямо в упор Мурзагулову сказал, то есть я так понимаю, что было там понятно, кому это все говорится. Мне интересно сейчас, как будет реагировать вся эта тусовочка. Ну, Азат Барданов уже среагировал и резко изменил свое мнение на 180 градусов. Ждем, значит, когда заявят о, в общем-то, ином мнении господин Валеев. Шома умеет переодеваться и нам показывал это много раз даже вживую. В общем, ждем, 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 когда вся эта тусня начнет менять свое мнение. Собственно, уже на следующий день какие-то там загадочные общественники подали заявление в Следственный комитет, по-моему, о том, что оскорблены чувства верующих, ну и так далее, и так далее. В общем, конечно, Хабиров взбаламутил на самом деле тему. Если быть серьезным, если оценивать его действия, то, наверное, все-таки вообще ему не стоило участвовать в этой склоке. Это немножко не его уровень. Это, собственно, уровень Мурзагуловской вот этой всей тусни и вот этого вот сброда. Но Хабиров пожелал в это все окунуться и высказал свое мнение. На мой взгляд, напрасно. Я обещал рассказать о том, что интересного произошло после совещания в правительстве. И вот, собственно, что случилось. Утром понедельника, 18 января, разгневанные получатели отопления в количестве свыше 200 человек явились лично в Белый дом и потребовали встречи с Хабировым. Внезапно вот на самом деле такое случилось. Тут все всякие там маленькие митинги на 10, 20, там 50 человек пресекали. А тут 200 с лишним человек прибыли непосредственно в Белый дом и стали ломиться в Белый дом, требуя, чтобы к ним вышла глава региона. Ну, безусловно, это вызвало панику среди чиновников. Отбивать атаку бабушек с квитанциями был отправлен Беляев, который, значит, там какую-то запел опять свою дежурную песню про перетопы в три прихлопа. Беляев не понимает, что вот эти люди, которые пришли со своими квитанциями, они знать не знают, кто он такой вообще. И он им, собственно, не нужен. Толпа скандировала «Хабиров, выходи!» Толпа скандировала «Хабиров, выходи!» Толпа скандировала «Хабиров, выходи!» Что, собственно, на одну букву отличается от «Хабиров, уходи!» И ситуация стала накаляться. Очевидно, что Беляев не справился с задачей уговорить людей разойтись, а это было единственное желание у чиновников, только бы они исчезли, все вот эти вот бабки с квитанциями. В бой был брошен Урал Кельсинбаев. Урал Кельсинбаев кричал так, что у него маска спереди оттопыривалась. И вот тут было смешно. Он кричал «Я Урал Кельсинбаев!» Никто особенно так, ну, как бы не среагировал, а кто это? Потом он стал кричать «Я заместитель Сидякина!» Ну, чтобы людям было понятнее. И тоже это не вызвало какого-то почтения, никто не пал на колени, значит, и не ударился лбома о мрамор Белого дома. Вообще, конечно, то есть это не впечатлило. Вся вот эта вот шатия братья абсолютно неизвестна простому народу, и люди кричали «Хабиров, выходи!». Закончилась эта история и вовсе трагикомическая. Людей удалось утащить почему-то в соседний баш-драмтеатр, то есть это ближайшее помещение, которое бы вместило 200 человек. Каким же образом там договорились об аренде зала вот так, на лету, совершенно непонятно. Кто оплатит эту аренду, тоже непонятно. Более того, были ли соблюдены нормы присутствия людей в 50 человек на этом собрании, тоже непонятно. Туда были экстренно вызваны функционеры БАШ РТС для того, чтобы снять вот это напряжение и уболтать вот этих 200 человек, которые готовы были разнести Белый дом. Итогом этого собрания и вовсе стала комическая ситуация. Зачинатель всей этой истории, ну, условно говоря, инициатор господин Рахматуллин был арестован полицией и обвинен в организации собрания. Напомню, что само собрание, в общем-то, предложил провести господин Кельсинбаев. Это есть как бы на пленках, это все записано десятками человек на сотовые телефоны, и мы все это видели. А вот закрыли на 10 суток почему-то Рахматуллина. Пройти в малый зал БАШ Драмтеатра. Вообще, по-хорошему, конечно, и Кельсинбаева туда же нужно было отправить вместе с Рахматуллином, но почему-то полиция не сочла Урала Кельсинбаева организатором этого собрания. Может быть, надо обратиться в правоохранительные органы, предъявить вот эти записи, где совершенно отчетливо видно, что предлагает провести собрание Урал Кельсинбаев. Может быть, полиция и его на всякий случай закроет на 10 дней посидеть в изоляторе. Хотя, конечно, что-то мне подсказывает, что этого не случится. Вообще, явление народа в Белый дом было столь неожиданным, но столь закономерным, что, в общем-то, по-другому, наверное, это все закончится и не могло. Более того, я скажу, что это и не закончилось, потому что только сейчас спохватились и вдруг выяснили, что, оказывается, эту проблему надо решать. До тех пор, пока ситуация с оплатой не изменится, проблема решена не будет. И сколько бы там Беляев, Прочаковская и прочие, значит, не причитали об этих вот перетопах в три прихлопа, не пытались этим объяснить. Народу не надо объяснять, почему с него содрали три шкуры. Народу надо, чтобы ему вернули две шкуры. Вот и все. По-другому не будет. Если они думают, что убалтывая и объясняя природу вот этих переплат, они решают проблему, они глубоко заблуждаются. И в следующий раз к ним придет не 200 человек, а тысячи человек. И ни в какой госдрамтеатр они не пойдут. Они будут стоять внутри и рядом с Белым домом и требовать выхода Хабирова. И Хабиров опять, значит, как на Куштаву опять кинется решать эту проблему. Если он вообще в состоянии ее решить. В общем, конечно, здесь очевидно, что чиновники Башкирии были не готовы и до сих пор не готовы решать эту серьезную проблему. А проблема оказалась серьезнее, чем они думали. Хабиров, выходи! Хабиров, выходи! Хабиров, выходи! Хабиров, выходи! Хабиров, выходи!